В Доме Советов состоялось 75-е заседание Законодательного собрания Ульяновской области, последнее для шестого созыва. За пять лет было проделано много работы для улучшения качества жизни населения. Особое внимание уделялось областному бюджету. За последние пять лет нам удалось фактически вернуть обратно в бюджет те средства, которые использовались либо неэффективно, либо не по закону. Эта общая сумма составляет порядка двух миллиардов рублей. Текущая пятилетка выдалась на тяжелое для страны время. В 2020 году началась пандемия коронавируса, а в 2022 специальная военная операция. Парламентарии собирались на внеочередные встречи, принимали новые меры поддержки, тесно работали с профильными ведомствами. Вместе с Сегозичным мы провели 75 заседаний. Рассмотрели без учета нынешнего заседания 4379 вопросов, в том числе приняли 832 закона. Подчеркну, что в целом депутаты относились к законодательной инициативе внимательно, с государственным подходом. В подведении итогов деятельности депутатов 6-го созыва Законодательного собрания Ульяновской области принял участие глава региона. Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления видят в вас надежных партнеров и союзников. Нам с вами удалось выставить конструктивные деловые отношения, преодолеть политиканство и местечковый эгоизм, которые были присущи прежним созывам. Разобрали и текущие вопросы. В частности, ульяновским льготникам продлили компенсацию расходов на капремонт. Выплата будет действовать до 2025 года. Воспользоваться ей смогут одинокопроживающие и неработающие пенсионеры, достигшие 70 лет, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Обсудили также готовность школ к новому учебному году, уличное освещение.